Привет! Сегодня я хочу рассказать немножко вот об этих наушниках. Это ТДС-6, советские наушники. Данные наушники производились в Советском Союзе не для пилотов авиационных и вертолётов, а они, как ни странно, производились для бытового прослушивания музыки. Значит, данные наушники произведены в 88-м году. Оставлялись они вот в такой вот коробке. Ну, собственно, в коробке шли наушники и паспорт. Все наушники в советское время, напомню, имели паспорт. Наушники имеют 5-штырьковый DIN разъём. Его будем менять на джек. В качестве джека возьмём вот такой вот металлический китайский джек. Чем он хороший? У него есть провод толстый, достаточного диаметра отверстия, чтобы провод туда влез. Вот. Значит, из паспорта, что мы можем подчеркнуть? Мощность 100 мВт указана. Модуль полного электрического сопротивления, то есть полный. Нет слов. Вот. 8 Ом. Ну и номинальный диапазон частот 20 Гц, 20 кГц. Коэффициент гармоник 1%. Это много. И данные наушники оснащены встроенными резисторами, причём на каждый канал. Вот. Поворачиванием вот этого регулятора мы можем увеличивать и уменьшать громкость. Здесь написано, что диапазон регулирования уровня входного сигнала не менее 20 дБ. Как и на все наушники советского производства, у них есть собственный номер, дата выпуска. Данные вот. Это июнь 1988 года. И печать УТК в том, что наушники проверялись. Также здесь у нас указана принципиально электрическая схема. И стоили они тогда 28 рублей. Производились они в Тульской области, в Кимовском районе, в посёлке Лесной. Производил их Кремс. В сегодняшнем видео мы перепаяем джек, проверим, как они звучат, снимем их АЧХ и посмотрим, как они устроены внутри. Что могу сказать по внешнему виду? Наушники сделаны очень добротно. 1988 год. Это не самый из сохранившихся экземпляров. Но, в принципе, он без косяков. В общем, несмотря на монстроподобный вид сидят, они, в принципе, на голове хорошо. Как осуществляется регулировка? Очень, очень туго осуществляется регулировка их. Ну, у нормального разъёма, пятидинового, пятиштырькового УДИНА, значит, разборка его шляется очень легко. Значит, надо нажать вот на этот язычок, утопить его вглубь и вытянуть металлический корпус наружу. Значит, распиновка у пятиштырькового УДИНА такая. Располагаем его вот так вот, то есть металлическими контактами вниз. Вот эта вот выемка должна быть вверху. Крайний левый, вот здесь вот он, красный провод. Это у нас левый канал. Дальше вот этот белый. Правый канал. Зелёный здесь должен быть корпус. Я хотел бы обратить ваше внимание. Когда читал описание про них, я почему-то не поверил. Здесь действительно с каждым проводочком вплетена кевларовая нить. Крайний контакт у нас является левым контактом. Его ответная часть на китайских джеках, это центральный стержень. Вот это вот левый контакт и центральный стержень ему соответствует здесь. Вот это у нас правый контакт, ему соответствует вот эта вот контактная площадка. Значит, земля, соответственно, у нас ответная часть вот здесь расположена. В общем-то, конечно, советские люди, советские инженеры, они были умнее. Потому что, ну вот тот, кто придумал пятиштырьковый один разъём, это вообще ему надо памятник поставить. Потому что по сравнению с этими, нихрена неудобно их использовать. Я уж там не говорю про MMCX разъёмы, так любимые аудиофилами. Так, запаяли. Джек. Давайте посмотрим. По мере сопротивления. 44 и 45. Значит, у нас вот эти ручки находятся в каком-то не нулевом положении. Итак, меряем ещё раз. 12. На шестём различаются. Разберём наушники, посмотрим, что там внутри. Ну, я послушал эти наушники. Ну, честно говоря, изначально я думал, что вот в таком виде. А вместо их только на свалке. Но, надо сказать, наушники меня удивили. Естественно, 20 Гц, как указано в паспорте, там нет. Хотя, ну, возможно, я говорю, им понадобится более мощный источник. Но так вот по замерам там от, не от 50, даже от 60 Гц. И, в принципе, я то же самое слышу ушами. И, в принципе, там не может быть низких частот. Сейчас мы их разберём. Вы сами видите, почему. Наушники собраны очень интересно. Разбираются таким вот нехитрым образом. Под плоскую отвертку. Моя отвертка оказалась недостаточно тонкой. Такое интересное оригинальное решение амбушюра. 05 ГД 50. Да, это вам не хухры-мухры. Такие и раньше делали. Наушники. Тут уже идёт обычная проволока. Здесь кевларовых нитей нет. У тебя оплётка идёт более жёсткая. Амбушюра интегрирована в саму чашку. Ох! Вот он. То же самое повторяем с другим наушником. А так у нас устроена левая чашка. Прилагаем на большое усилие. То же самое. Здесь общий провод. Идёт сначала на резистор. Раздваивается. Идёт по голове туда. Параллельно. Отсюда же выходят провода сюда на динамик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...